Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы начинаем обсуждение недельного раздела Мишпатим. Значит, ну, я пользуюсь, как я уже всегда говорю, вот этой вот белой книгой, белым изданием нашей Торы, поэтому если хотите иметь у себя вот такой вот перевод с комментарием, то, пожалуйста, заказывайте. Итак, давайте вспомним, после чего идет раздел Мишпатим. Значит, в предыдущем разделе ИТРО мы говорили о даровании Торы. И когда весь наш народ стоял у подножия горы Синай, и наверху был там дым и огонь, и звук шафара сильный очень. В общем, происходили какие-то невероятные природные явления. И вот оттуда, с Синайской высоты, нам были даны 10 заповедей, деколог, 10 речений Всевышнего. И казалось бы, что после этого совершенно невероятного события, то есть когда весь народ был потрясен, когда все три с половиной миллиона человек, которые стояли у горы Синай, все дышали, что называется, одним дыханием. Про все это множество людей говорится в единственном числе. То есть это совершенно невероятное. Никогда такого не было ни до, ни после. Это было просто национальное потрясение. И дальше, ну о чем должен дальше с нами говорить Всевышний? Ну, наверное, о каких-то великих вещах, о сотворении мира, об управлении миром, о чем-то таком вот экзистенциальном, о чем-то ужасно важном. А Всевышний говорит совершенно о другом. Вот заканчивается раздел «Тро», начинается раздел «Нашпатим». И Всевышний говорит «И эти суды, которые положишь перед ними, когда купишь раба и ври, шесть лет будет работать, а в седьмой день выйдет на волю, в седьмой год, имеется в виду, выйдет на волю безвозмездно». Простите, вы о чем? Ведь «Тора», как мы знаем, это на все времена. «Тора», она же не какой-то там, я не знаю, исторический артефакт, который вот три с половиной тысячи лет назад его создали, потом археологи его открыли, он в музее выставлен. Очень интересно, очень красиво, но достаточно мало отношения имеет к нашей сегодняшней жизни, да? Это не так. Тора на все времена. Тора разговаривает с тем поколением, поколением Синая, поколением Исхода, и Тора разговаривает с нами. И Тора разговаривает с нами о нас сегодняшних. То есть Тора должна нам говорить что-то такое, что в нашей жизни вот вчера, сегодня и будет завтра, и будет следующие три с половиной тысячи лет. Мы в этом уверены. Так, простите, а что, у нас сегодня есть рабство? Вопрос. Ну, вообще говоря, рабство у нас сегодня есть. И не только у каких-нибудь, я не знаю, племен Полинезии, где есть и рабство, и людоедство, и всякие другие замечательные явления, но даже в очень цивилизованных странах периодически полиция раскрывает какие-то подпольные заведения, где, значит, женщины, как это по-русски говорится, с низкой социальной ответственностью находятся в рабстве у хозяина заведения и работают там по принуждению, а не потому, что им очень нравится эта работа. Но это, в общем, для абсолютного большинства, для 99,9% населения Земли или 99,00% населения Земли рабство является просто страничкой из учебника истории за четвертый класс, да? Вот в Древнем Египте были рабы, ну да, хорошо. В Древнем Египте были рабы, а сегодня у нас рабов нет. Сегодня надо говорить о чем-то другом. Нет, наша вечная Тора начинает разговор о том, что делать, когда купишь еврейского раба. Мало того, что раба, так еще еврейского раба. То есть из братьев своих ты себя заведешь раба, он будет работать, все замечательно, но в седьмой год его надо отпустить. Поработал и хватит. О чем говорит Тора? Так, сначала я вам приведу, но это не притча, это вполне историческое событие, хорошо известное. Я по образованию, вообще говоря, учитель и очень хорошо знаю, специально изучал и специально работал в этой области историю такого великого еврейского педагога, польского происхождения Генрика Гольдшмита, который известен всему миру как Януш Орчак и был руководителем детского дома в Варшаве, еврейского детского дома, и вместе со своим детским домом погиб в Треблинке. Но я сейчас не о Холокосте. Так вот, я обращаю ваше внимание на один очень интересный педагогический прием Януша Корчика. Имеется ребенок. Ребенок-драчун. Он постоянно, ежедневно дерется там с одним, с другим, с третьим, обижает младших и обижает старших. В общем, совершенно неуправляем. Старый доктор, это была кличка Корчика в детдоме, заключает с ребенком пари. Значит, вот ребенок реально хочет исправиться. Он хочет перестать быть драчуном. Он хочет стать очень хорошим. И он говорит, доктор, давайте заключим пари. Если я вот не перестану драться, вот совсем перестану драться, то вы меня там чем-то наградите. Отметите в детдомовской стенгазете. Значит, Корчик ему говорит, ты знаешь, это нечестно. Ты ведь не перестанешь драться. И ты знаешь это лучше меня. Поэтому давай с тобой заключим другое пари. Что ты будешь драться, да, будешь, тебе разрешено, но не больше двух раз в неделю. И они заключают пари. И проходит неделя, другая, третья, а ребенок выдерживает свои обязательства. Действительно, дерется не больше двух раз в неделю. И проходит какое-то время, он приходит к Корчику и говорит, доктор, вы видите, я уже вот сколько времени выдерживаю это правило, давайте с вами заключим новое пари. Я буду драться не больше одного раза в неделю. Ну и так постепенно этот драчун превращается в очень такого хорошего, толерантного, полезного члена коллектива. К чему я рассказал эту историю? Это не притча и не изобретение, это просто, ну, исторический факт из воспоминания Януша Корчича. Смотрите, на дворе минус 14 век по нашему летоисчислению, да, или сколько там, у нас сейчас 5 тысяч, 5 тысяч 780 год, отнимите, грубо говоря, сколько там, 2 плюс 3, ну, грубо говоря, 3,5 тысячи лет, вот 2 тысячи там какой-то год по нашему летоисчислению. Значит, во всех цивилизованных странах, в Междуречье, в Египте, а еще тысячу лет спустя в Древней Греции, в Древнем Риме, а еще тысячу лет спустя на территории России, которой тогда не было, в Азии и так далее, и так далее, был рабовладельческий строй. Причем этот рабовладельческий строй, он, вообще говоря, с точки зрения современного человека, да и с точки зрения образованных, воспитанных людей того времени, это было нечто страшное. Да, конечно, рабовладельческий строй обеспечивал достаточно высокий по тем временам уровень производительных сил, можно было в рамках рабовладельческого строя проводить разделение труда, создавался некий дополнительный продукт, который можно было использовать на строительство пирамид, на строительство римских акведуков, на то, что кто-то мог заниматься не добычей еды, да, а наукой, искусствами, медициной и так далее, и так далее, да, то есть по тем временам, ну как, иначе жить нельзя, да, вот, все цивилизованные страны имели работу, но при этом, значит, если раб в Египте вызывал какие-то нарекания со стороны надсмотрщиков, там, хозяина и так далее, то в мягком варианте, да, его могли побить палками, а вообще говоря, его могли бросить в пруд крокодилам, и на этом его биография заканчивалась. В древнем Риме, а это, простите, полторы тысячи лет спустя, после нашего исхода из Египта, так вот, время того времени значит, политэкономия рассказывала о производительных силах, что есть орудия молчащие, это там лопата, мотыга, все такое, есть орудия мычащие, это быки, там, ослы, все, что с этим связано, и есть орудия говорящие, это рабы, вот, и отношение к рабам было соответственно, это орудие, это не люди, это, так сказать, просто вот то, чем мы пользуемся, да, я же, когда беру там топор, лопату, да, я же не спрашиваю ее, как ты сегодня спал, там, доволен ли ты едой, и так далее, беру лопату и работаю ей, также беру раба и поручаю ему что-то делать, при этом в Древнем Риме, как мы знаем, из, слава Богу, письменных свидетельств достаточно, был такой милый обычай, там, римляне очень любили рыбу мурену, это был такой у них деликатес, это мурена, это хищница, так мурен выращивали в специальных бассейнах и откармливали их рабами, потому что вот, поедая рабов, она, так сказать, нагуливала жир, в общем, становилась очень вкусной и полезной. Окей. То есть, рабовладение везде, среди всех народов мира, и рабовладение, с точки зрения современного человека, конечно, имеет самые разные формы. Так вот, Тора, она вовсе не говорит нам, то есть, это Кадош Бару Гу, понятно, Тора, это слова Всевышнего. Так вот, Всевышний нам не говорит все, с завтрашнего дня никакого рабовладения быть не должно, вы должны жить по таким-то, таким-то и таким законам и правилам. Не получится. Ничего не получится, как у того дрочливого мальчика из корчиковского детского дома. Тора, Всевышний, действует методом Януша Корчика. Точнее, Генрих Гольдшмидт в детстве, хотя он рос в ассимилированной еврейской семье, там, в общем, семья была совершенно нерелигиозная и Хедер он не посещал, но, так сказать, вероятно, он как-то вот с молоком матери, со сказками дедушки впитал вот эту вот логику воспитания человека. И то же самое нам делает Тора. Мы не отменяем рабовладение, хас-вахалюк, рабовладение остается. Только давайте его сделаем чуточку гуманнее, просто немножко гуманнее. И точно так же, мы, может быть, сегодня об этом еще поговорим, Тора говорит, да, смертная казнь, это, конечно, ужасно, это, конечно, некрасиво, это больно и неправильно, но что делать? Значит, вот 40 с лишним составов преступлений, согласно тексту Торы, наказываются смертной казнью. И мы ее не отменяем, она должна быть. Но давайте ее сделаем чуточку гуманнее. Вот как гуманнее делается смертная казнь, я потом расскажу, сейчас вернусь к рабовладению. Итак, во-первых, принципиально отменяется пожизненное рабство, то есть рабство перестает быть социальным статусом. Если человек попал в Египте в рабство, то, как правило, он остается в этом рабстве до конца своей жизни. История Йосефа, который из раба Патифара превратился в вице-фараона, ну, это все-таки история Йосефа. И что называется рука Всевышнего в этой истории просматривается вот на каждом шагу. И потом все-таки это был Йосеф, нерядовой нубийский раб. А в принципе, если человек попал в рабство, то это социальный статус, это на всю оставшуюся жизнь. Если человек родился у рабыни, он будет рабом до самой смерти. Это социальный статус. Значит, Тора пожизненное рабство отменяет сразу и навсегда. Когда купишь раба евре, шесть лет будет работать, а в седьмой выйдет на волю безвозмездно. Речь идет о годе Шмита. И на самом деле это не значит, что раб провел шесть лет в рабстве. Потому что если раба купили на четвертый год семилетнего цикла, то он проведет в рабстве три года, а потом выйдет на свободу. Значит, дальше там очень интересно, а что делать, если раб не хочет выходить на свободу. Вот вчера слушал лекцию Рабейну Йона Левина, где он на эту тему очень хорошо рассказывал. Я не хочу повторяться, вы можете найти эту лекцию, записанную на сайте. все равно, даже если раб не хочет выходить на свободу, ну вот не хочет и все, но нравится ему, тогда он будет в рабстве до года Йовель, до 50-го года. Опять же, это не значит, что он в рабстве будет 50 лет. Если его купили, скажем, на 40-м году цикла вот этого 50-летнего, то он, проработавший 10 лет, выйдет на свободу. То есть пожизненного рабства нет вообще. Ну, конечно, 6 лет это немало для работы. Это момент номер два. Как попадали в рабство? Что значит, когда купишь раба еврея, еврея, своего, брата? А речь идет вот о чем. Это не значит, что человек задумался, что ему вот нечем обрабатывать свое поле, надо бы прикупить рабов и заставить их работать. Нет, ни в коем случае. Рынка рабов в Израиле не было. А что было? А было вот что. Возникает ситуация, есть нарушитель каких-то экономических законов. Ну, например, присвоил чужое имущество или украл Хас Вахалина. Значит, что с ним делают? Суд выносит приговор чужое имущество там или краденое вернуть и плюс еще выплатить штраф. А теперь спросим себя, а что делать, если у вора нет денег? В общем, достаточно очевидно, что вор мог пойти на дело от голода, ему кушать нечего, у него денег нет. Да, на севере. Что, есть какие-то вопросы, кто-то что-то говорит? Нет, я думаю, что это было технически, я выключил. А, понял. Значит, что делать, если у вора нет денег, на него наложили штраф, надо выплатить столько-то шекелей, а у него нечем платить, вот он я, вот моя рубаха, ну, дальше что? А дальше... Конфискация имущества? Нету. Я, перелет на это, как это, перекати поле, да? Окей, а как в современном Израиле? Есть и куль, конфискация, что происходит? Слиха, вопрос, если есть простой ответ, я могу сейчас посмотреть. Нет, этот ответ я сам знаю. Я сейчас расскажу трудящимся. Значит, что, если у человека нет имущества, нечем заплатить штраф, положенный судом, тогда суд выносит следующее постановление. такой-то должен заплатить там 100 серебряных шекелей, по тем временам это не сегодняшний 100 шекелей. Значит, денег у него нет, и суд предлагает его в рабство. И тогда тот, кто хочет иметь себе работника на свое поле, на свою фирму, там, не знаю на что, покупает этого человека как бы у Сангедрина, у суда, и выплачивает вот эти 100 шекелей за него. 100 шекелей идут на выполнение приговора, это возврат там имущества, восстановление справедливости, штраф, все такое. А этот человек, еврея, я еще раз подчеркиваю, становится рабом того, кто его купил. И вот это основной способ попадания в рабство. Ну, дальше Тора расскажет еще о другом способе, что человек мог продать в рабство свою дочь. Да, вот опять имеется семья, в которой нет денег, кушать нечего, и детей много. Вот одного ребенка продают в рабство. Как это не ужасно, но это было по тем временам нормально, и Тора описывает эту ситуацию. Что и как с этим ребенком дальше будет. Вот, значит, это способ попасть. А теперь самое главное. Вот в русском языке слово раб однокоренное со словом работа и со словом работник. И если когда написано по-русски раб, то мы сразу представляем себе что-то такое из древней Греции и древнего Рима, то когда написано работник, то это вполне себе наемный работник. Так вот, я пошел, устроился на работу, я наемный работник, не более чем, все нормально, мне платят мою зарплату, я выполняю какие-то обязанности, все очень хорошо. Так вот, на самом деле, вы врите то же самое. И слово раб, которое записано в Танахе, это вовсе не означает того раба, которого мы представляем по рассказам о Древнем Риме или Древнем Египте. Значит, более того, я хочу вам напомнить, что в Танахе словом раб какого-то начальника обозначался его как бы ближайший сотрудник. То есть, вот, Йосеф был рабом фараона. Он был вице-фараоном Египта и, так сказать, в официальных бумагах он, если он писал фараону письмо, он писал так, значит, Йосеф раб фараона. Да? То есть, те рабы, которые реальные рабы, вот, которые строят пирамиды, они рабы строителя пирамид, они рабы надсмотрщика. А вот Йосеф, он раб фараона. То есть, слово раб, оно имеет вполне такие различные коннотации. И вот когда мы говорим о Мешпатим 21.2, то здесь речь идет скорее не о рабе в египетском смысле, а о наемном работнике. И первое, что мы видим, что 6 лет будет работать, а в седьмой выйдет на волю. То есть, вот, по сути дела, о чем идет речь? Тот, кто купил раба и ври, заплатил в Сангедрин, заплатил за него сразу какие-то деньги. И это, по сути, заработная, часть заработной платы вот этого наемного работника. И дальше в течение там одного, двух, трех, но не больше шести лет этот работник будет работать, так сказать, восполняя свою заработную плату. Вот в чем идея. Более того, если раб семейный, то тот, кто его купил, принимает на себя обязательства по пропитанию семьи. Ведь семья теряет кормильца. Кормилец становится рабом хозяина. Значит, хозяин должен кормить жену, детей, там, все вот это. Говорят, наши мудрецы, есть такое знаменитое выражение «купивший себе раба, купил себе хозяина». То есть дальше наши мудрецы очень дают красивые такие пояснения, что если у человека в доме всего одна подушка, то на этой подушке будет спать не хозяин, а будет спать раб. если у человека не хватает денег накормить пшеничным хлебом всю семью, вот ограниченное количество у него пшеничного хлеба, то в первую очередь пшеничный хлеб получит раб, а все остальные будут кушать ячменный, то есть это низкие сорты, дешевле и все такое. То есть о том, чтобы бросить раба в озеро крокодилом или скормить его муреном речи не идет. Более того, даже когда речь идет о не еврейских рабах, то, что в Танахе называется овит кнаани, кнаани эстеракт, то там, например, есть очень серьезно прописанный кодекс законов о труде. В частности, если хозяин поколотит раба, да, бывает, случается, раб непослушный, так сказать, его воспитывали. Но если при этом будет у раба выбит зуб или сломан палец или что-то вот такое, то он тут же мгновенно, безвозмездно выходит на воду. Значит, дальше в Торе будет еще очень много интересных на эту тему моментов, что если, скажем, вот кончился срок работы на хозяина, пустым не отпустишь его, но дай ему часть от твоего поля, от твоего сада, от твоей давильни. То есть, надо снабдить раба уже отпущенного каким-то начальным запасом, чтобы он не пошел снова воровать, чтобы он мог начать праведную, законопослушную жизнь. Таким образом, что я хочу сказать, что то, что Тора говорит о рабстве, это скорее не раба иври, а работника иври. То есть, это по сути дела первый зародыш будущего трудового законодательства, которое определяет права работника в отношении работника с работодателем, гарантии и так далее, и так далее. То есть, из ничем не ограниченного рабства Тора ведет нас к более продвинутому, более гуманному ситуации работы по найму. Значит, вот самое главное, что я вам хотел сказать. То есть, это принцип Корчика. Мы вовсе не отменяем работу по найму, да, одни, должно быть разделение труда, одни работают в поле, другие работают там в каменоломнях, а третьи в это время за их счет, за счет работающих пишут стихи, пишут псалмы Давида, строят великолепное сооружение и так далее, и так далее. То есть, ситуации, которая описана Маяковским, сидят папаши каждый хитр, землю попашет, попишет стихи. Вот наше устройство мира такого совсем не предусматривает. Кто-то будет пахать землю, кто-то будет писать стихи, кто-то будет строить дома, но в любом случае труд будет защищен, гуманизирован, и эта гуманность будет проходить все больше и больше. Я был на лекции у Рава Гитика, и он рассказывал вот примерно об этом. Так, в зале задали ему вопрос. Вы знаете, говорят, у меня дочка программист, вот как я ее могу продать на фирму IBM в рабство, на что Рав Гитик мгновенно среагировал, в общем, не моргнувши глазом. Ну, сегодняшний квалифицированный РАП программист на фирме IBM стоит примерно там 18 тысяч шекелей в месяц. Так, сказать, вот об этом можно договариваться. Такой, значит, схерут сегодня для программистов. Вот, то есть Тора, что? Нет, я говорю, окей, да, да, мы слушаем. Именно так. Ну, Арабах закончили, теперь я хочу еще сказать о том. Вот есть вопрос, давайте, у Шифра есть вопрос, честно говоря, у меня тоже есть небольшой, но, пожалуйста, да, Шифра, мы слушаем. Спасибо большое. Знаете, мне очень понравилась, очень понравилась ваша идея начать того, ну, на самом деле, наверное, это не ваше и не новое, но вообще вот эта идея, что Тора, она навсегда, она замечательная, она просто замечательная, потому что вот это, когда у нас, например, у человека долги, его сажают в тюрьму и за наш же счет, его потом кормят, и он, ну, короче говоря, когда человек, вместо того, чтобы свои долги платить, он еще получает за счет того, кому он должен, то это не очень хорошее положение, вот, и мне очень нравится очень эта идея, ну, вы знаете, мне что не нравится, вот, мы были две тысячи лет в изгнании, у нас, конечно, не было никаких вот этих судов, поэтому то, что говорят наши мудрецы, мне кажется, я извиняюсь, но они убивают насмерть саму идею, потому что, когда вы говорите, то есть, когда они говорят, например, что нужно отдать свою подушку или нужно ему отдать свой, от ребенка, от своего белую булку и так далее, вы понимаете, становится бессмысленной идеей, никто не захочет этого раба, кому он нужен, такой раб, понимаете, и тогда убивается сама идея, и вот это мне очень-очень мешает, ответьте мне, пожалуйста. Я могу ответить только так, поскольку, кто я такой, чтобы спорить с мудрецами, но я могу ответить так, что мудрецы, как всегда, применяли, ну, красивые метафоры, да, по состоянию дел на сегодня белый хлеб является общедоступным и не является чем-то деликатесным, да, белая пита у нас, ну, вещь такая, вот. Так что, красивая метафора, которую надо просто понимать как-то для современного мира, вот. Ну, например, я предполагаю, предположим, я предприниматель, что прежде чем со счета предприятия снять какие-то деньги для себя, я должен выплатить всем заработную плату. Вот когда вся заработная плата выплачена, тогда остальное уже представляет мою предпринимательскую прибыль и так далее, да, я могу этим как-то распоряжаться. А до этого все-таки в первую очередь надо выплатить людям. Так, Гюнтерс, пожалуйста, как вас включить, не знаю. Да, Гюнтерс, мы слушаем. Слышите меня, да? Да, да, конечно. Большое спасибо за лекцию и действительно эта модель очень интересная, что я так никогда не подумал, что можно так вот рабство увидеть, что вот это как бы выраст человека, что он как бы может вырасти. Но у меня такой вопрос. Вот кончаются вот эти шесть лет и он как бы освобождается, но он освобождается, он за это время отработал вот эти свои сто денежек, которые вы сказали, и он освобождается уже как раб без ничего. То есть у него опять риск стать рабом сто процентов или там что-то по-другому в этом Шмидте заключается. Он получает какое-то... Да, может быть, немножко, может быть. Можно, можно. Я вроде сказал об этом два слова, но в книге Дворин вещь про выпуск раба на свободу там уточняется. Просто здесь, пока мы стоим у горы Синай, для нас вообще вот это рабовладение это еще 40 лет спустя, это чистая теория. Да, в пустыне нам рабы не нужны. А понадобятся они, когда мы будем заниматься нормальной жизнью в своей земле, да, вот строить общество уже на земле. Так вот, поэтому идет разъяснение в книге Дворин. И там сказано, когда отпустишь раба на свободу, не отпускай пустым его, но самая часть от твоей давильни, от твоего поля, от твоего сада дай ему. То есть раб выходит на волю не пустым. Это момент номер один. Момент номер два. Что такое человек вот там вынужден, разорился и оказался под судом, да, украл или там чужое имущество. Так сказать, кража является только результатом его плохой социальной культуры. Вот вместо того, чтобы вначале учиться в школе, получить специальность, начать работать, устроиться, так сказать, иметь парносу и жить, как все, как нормально люди живут, да, вместо этого он хочет сразу и все и пошел красть. Плохо. Когда он шесть лет работал, он не только компенсировал то, что наложил на него Сан-Ядрин. Он еще и жил шесть лет в правильной еврейской семье. Вот эти самые метафоры наших мудрецов насчет подушки и хлеба, они могут быть поняты еще и так, что раб живет как член семьи, он живет в еврейской семье. Более того, купить раба мог только добропорядочный гражданин, добропорядочный член общества. Не мог купить раба какой-нибудь там бандит, вор там и так далее. Добропорядочный член общества. И тогда эти шесть лет для него становятся еще и воспитательным моментом. Он смотрит, как организована жизнь семьи, как все работают, старшие помогают младшим и так далее, и так далее. То есть он приобретает, не просто компенсирует свои грехи принудительным трудом, но он еще и приобретает социальный опыт, который он может использовать в дальнейшей жизни. Вот мне кажется так. Смотрите, у нас с одной стороны мы приближаемся к концу первой части нашего занятия, это раз. Поэтому с другой стороны вот есть Аврам, который хочет задать вопрос. Аврам, пожалуйста, учтите, вот то, что я сказал, вопрос, желательно, должен быть коротким, мы вас слушаем. Аврам раз, Аврам два, Аврам три, не слышно. Юра, пожалуйста, дальше. Все, тогда я хотел просто сказать еще два слова о том, чтобы вам не было впечатления, что Тора говорит только о рабстве, вот в таком редуцировке. А, пожалуйста, молчу. Аврам, слушай. Маленькую реплику по поводу откуда это берется слово Авада, хорошо, когда смотришь в Тору, а Тора сама себя объясняет. И я дал в чате два места, где это слово используется. И я его перевел не как работа на земле, а как возделывать краснозем. То есть человек, который возделывает краснозем, называется работник. Ну, понятно, что идея работника это правильная идея. Не идея раба, как в египетском смысле, а идея работника. Но вот именно то, что объясняется в Торе в начале, это слово само, что означает авода, этого сделать. Мне кажется, это более точно определить. Окей. Никаких возражений. Никаких возражений. Все. Я заканчиваю. Последняя фраза. Так вот, значит, подобное вот превращение ничем не ограниченной жестокости того времени в более гуманное и цивилизованное положение, оно относится не только к системе рабовладения, но и, например, к смертной казни, которая была повсеместной, которая даже сейчас применяется чуть ли не в половине стран мира и, так сказать, вот она есть. Но Тора говорит, там, свыше сорока составов преступлений подлежит смертной казни. Да, если человек сделал то-то и то-то, то он подлежит смерти. Что делать? Вот. Но это приговор к смерти обставлен таким множеством моментов, что называется современный уголовно-процессуальный кодекс, что есть красивая фраза наших мудрецов, сангедрин, который раз в семь лет приговаривал человека к смерти, я повторяю, сорок с лишним составов преступлений, и только раз в семь лет находился один приговоренный. Так вот, такой сангедрин назывался кровавый. А другие мудрецы возражают, не раз в семь лет, а раз в семьдесят лет сангедрин, приговоривший человека к смерти, назывался кровавый. То есть о тысячах расстрелянных в год речи не идет, да, есть масса вот этих процессуальных вещей, что надо все четко доказать, и так далее, и так далее, и человек имеет право на защиту, и более того, человек имеет право на защиту, даже когда приговор уже вынесен, утвержден, и его ведут к месту казни. Вот даже в этот момент он имеет право на защиту. Но это уже другая тема. Спасибо за внимание. Окей. Ну, хорошо, тогда может быть... Ну, хорошо. Аврам, этот вопрос не слишком относится к тому, что рассказывал Юра. пожалуйста, в чате или дальше просто в переписке с доктором Ленинцем можно это выяснить. Беседер. Я предлагаю рассмотреть другой аспект нашего недельного раздела. Мне кажется, очень актуальный, очень интересный. Это зачастую бывает так называемый абивалентный. Да, сейчас только я, может быть, закончу. Выключи, закончу по-вас демонстрацию экрана, поскольку... Ой, извини. Нет проблем, нет проблем. Окей. Да. Итак, значит, вот, смотрите, будет такой достаточно детальный анализ, связанный с пониманием эврита. У нас тут есть сейчас несколько людей, которые участвуют в нашем практически каждодневном часовом уроке современного эврита. Может быть, это тоже будет интересно. Как раз мы последние разы и сегодня тоже будем разбирать статью, посвященную терминологию, связанной с юриспруденцией. Вот, поэтому, может быть, кстати, это тоже будет более-менее в тему. Окей. Вот есть такая некоторая глобальная постановка вопроса, а именно такое, ну, не то чтобы избитое, но притча в языцах современного человека, общее понятие демократии, демократического общества, которое основано на том, что, ну, по прямому смыслу, как бы, слово демократия, как бы, все более-менее знают, да, демократность это власть большинства, а именно решение принимать демократическим способом, то, что есть возможность каждому высказываться, того, кого есть право высказываться, и, соответственно, решения и важные, и менее важные, они принимаются на основе подсчета голосов, при этом, в скобках скажу, важный еще принцип, это соблюдение прав меньшинств, которые, как бы, меньшинств, в смысле, что они являются небольшой частью голосов, не могут навязать другим, но это общее было, вот такой общий, исходя из нашего раздела, мне кажется, очень важно посмотреть, очень интересно посмотреть и постараться как бы понять, а как вообще вот то, что мы сегодня называем демократия, а именно идти за большинством, как говорит в лексике Торы, вот сам принцип демократический, он проистекает из Торы, либо нет, и, как бы, задав этот вопрос, мой ответ, сразу перескакив в конец, он на самом деле очень интересный, что он неоднозначен, и как мы зачастую смотрели в наших занятиях, зачастую ответ на сложные вопросы, он неоднозначен, и в этом, наверное, особая, как бы, сила и важность подхода Торы о том, что вещи, которые, как бы, объясняются и подаются в специфическом, как бы, ну, если так сказать, жанре, тароидальном, они не являются, как бы, пропагандой и установлением каких-то банальных истин, а они открыты для прочтения и приложения к разным ситуациям. Это, мне кажется, очень важный вывод, может быть, это стоило бы сказать в конце, но тем не менее, давайте посмотрим. Сначала, как бы, Ханан поражает и говорит, что как в большинстве, как в современных демократических странах, точно так же, как в Израиле, он пишет Рофрубо, то есть большинство народа, ну, за исключением, как бы, маргинальных групп, да, с той и с другой стороны, они придерживаются такого мнения о том, что в Израиле правильное существование демократического строя. Кстати говоря, я от себя добавлю одно из самых фундаментальных определений государства Израиля, которое закреплено в Декларации независимости о том, что Израиль это государство еврейское и демократическое. Да, то есть, вот это вот слово демократическое, оно идет на уровне с еврейским. Окей. Ну, теперь дальше надо, тем не менее, вот важно посмотреть, сейчас посмотрим в нашей главе, вот эта вот идея демократии, эта идея, ее можно проследить в Торе, конкретно в нашем разделе, или это некоторая придумка неевреев, прежде всего, как бы, идущая от греческого подхода к миру, и надо, как бы, с осторожностью к этому относиться. Так, первое, с чем мы сталкиваемся на эту тему, это даже не в нашей недельной параше, а дальше, а именно, каким образом понимается сказанное по отношению к фразе, сейчас я прочитаю, когда Всевышний обращается к Муше, предлагает ему Бецалеля для осуществления работ по изготовлению утвари в скине завета. Там есть одно слово, которое, в принципе, является ключевым для нашего понимания, и мудрецы видят это слово, естественно, да, и так посмотрим. Так вот, во время назначения Бецалеля Всевышний обращается к Муше и говорит, Это как бы дальше Муше, пересказывая повеление, пожелание Всевышнего, Муше обращается к народу и говорит, И вот тут есть такое ключевое слово, значит, перевод по-простому как-то не понял, он такой, и сказал Муше, обращаясь к Бне Исраиль, к израильтянам, к евреям, да, Реул, смотрите, призвал Всевышний Бецалеля. Вот вопрос публике в этой фразе, еще раз читаю, что говорит Муше, смотрите, призвал Всевышний Бецалеля. Что является, какое слово может быть прокомментировано как некоторый посыл к демократическому принципу? Кто-то может сказать? Народ. Народ раз. Народ два. Народ три. Народ молчит. Привышний. Нет. Привышний. Нет. Еще раз читаю. Смотрите. А что вы хотите узнать? Смотрите, призвал Всевышний Бецалеля. Какое слово является некоторым посылом к демократическому принципу? Смотрите. Смотрите, конечно. Реу. А как еще понять слово Реу? Реу это обращение к народу. И так это понимали мудрецы. И так сказано. Амар Раби Цхак. Сказал Раби Цхак. Эйн Маамидим Парнас Аль Цебур Эла Им Кен Ним Лахим Бе Цебур. Красиво сказано. И очень по-еврейски. Смотрите, тоже еврейский принцип. Я в этот раз буду все время от себя добавлять в храм Парад. Мне кажется, пересекается с нашим историческим опытом. Что сказал Раби Цхак? Раби Цхак сказал. Не ставят Парнаса. Парнас тоже интересный, но это как бы интересно в ключе вот этого конкретного разбора. Парнас это человек, который обеспечивает или заботится о Парнасе, о пропитании, о жизненном уровне, да, Каля, сообщество, да, Аль Цебур, вот на Цебур, на сообщество. А только после того, как советуются с этим Цебуром. По-простому, по-простому. Здесь два потрясающих слова. Это я сейчас в скобках говорю, просто поскольку мы в этом месте находимся. Опять же, сегодня давайте, может быть, сделаем так интерактивно. Я буду вас спрашивать, может быть, вы будете как бы отвечать. Во-первых, вот здесь, по-моему, есть интересные два слова. одно потрясающее слово парнас, а второе слово не малахин. Смотрите, как определяется человек, который должен стоять во главе сообщества либо народа. О чем он должен заботиться? О парнасе. О парнас. Вообще, вот так, по моему историческому опыту, да, проживания в известной стране, которое называлось тремя боками С, а потом Р. Что-то там никто слишком не заботился вообще о жизненном уровне. Это было все на последнем стадии. Как где-то на задворках заботились коммунизма там, а вперед, назад, и туда, и сюда. Были какие-то. Но по-простому не было такого. Ты прежде всего должен заботиться о том, чтобы у людей парнаса было. Вот идея руководителя. По-моему, это потрясающе. Теперь дальше. Еще более потрясающее слово здесь, да, я только как бы поставлю огромный знак вопроса, огромный вопросительный знак, восклицательный знак, а в самом конце мы к этому вернемся. Им кэн немлахин, а только после того, как советуется. Вот это слово немлахин, да, а что у вас, у вас какие-то ассоциации есть, звуковые. На что похоже это слово? Корень какой? Немлахин, народ. Мелах. Мелах. А ангелы, соль. Нет, нет, мелах именно сэкав. Сэ. Вы понимаете? Получается, что это слово советоваться от коренной сарем. Получается, что как бы в самом лингвистике этого слова видно, что воцарение царя основывается на обсуждении в нашем понимании, как бы в современном понимании, на выборах немлахин, мелах немлахин. Потрясающе. Окей? Ну, хорошо, идем дальше. Возвращаемся к нашей теме с Бецалелем, да? Итак, как сказано, смотрите, призвал Всевышний Бецалеля. Амар лакадошбаруула муше, муше, агун алейха Бецалель? Вообще, сейчас дальше такой разговор идет, интересно, это кусок из Талмуда, вообще, практически, как бы, ну, вот, у нас в шуке есть такое место в Израиле, рыно. Вообще, такая речь дальше идет, типа, такая вообще разговор на улице просто. Значит, Всевышний говорит муше, муше, приятель мой, муше, агун алейха Бецалель? А как вообще агун, агун, это слово приемлемо, подобающе, а как, говорит, Бецалель подходит тебе, да? Амарло, ну, как бы, муше раба, но отвечает вежливо, он ему отвечает, льбойну шин войлом, владыка мира, им лэфанэйха агун, лэфанай лошекен, если он тебе подходит, мне ничего, мне не подходит, да? Амарло, а Всевышний ему сказал, что ему говорит Всевышний, а Всевышний ему говорит, аф аль пи кен, лэх эморлайм. Что такое аф аль пи кен? Несмотря на это. То есть, это хорошо, что тебе подходит, но несмотря на это, этого мало. лэх эморлайм, иди скажи им. А для чего говори? По-видимому, для того, чтобы они согласились с этим, иначе это понять невозможно. Почему? Потому что, по прямому смыслу, есть, как бы, заказчик, грубо говоря, Всевышний, строит место, где будет шхена. Он сам устанавливает порядок, как там все должно быть. По-видимому, он выбирает, как бы, подрядчика, который это делает. А при чем тут вообще Цибур? Но, оказывается, очень важно. И мудрецы нам, как бы, передают вот этот, возможно, состоявшийся разговор, диалог, чтобы показать нам, какой должен быть принцип, что даже то, что тебе касается, что является прерогативой исключительно начальства, да, тем не менее, если для народа это важно, и он является, как бы, участником предполагаемого, обязательно спроси, да, ну, дальше, как бы, такая идиллия, написано, Аллах Мушебе, Амар Лаэм Ла Исраэль, Агун Алехэм Бецалэль, значит, пошел Мушей и сказал евреям, израильтянам, Агун Алехэм Бецалэль, ну, как Бецалэль подходит вам, Амруло, имлиф наякадаш бару, вы лефанейху агун, лефанейну лошихен, ну, они ему сказали, ну, послушай, что ты нас спрашиваешь, если, как бы, он подходит, Всевышний подходит тебе, нам он, как бы, не будет, как бы, подходить, да, ну, как бы, все хорошо, такой, хэппи энд, окей, надо сказать, что это первый случай, это первый случай, когда у нас есть полное согласие, то есть, нету этого второго случая сложного, когда часть так, а часть не так, да, тут все было замечательно, сказали, да, конечно, все потрясно, тебе, Всевышнего подходит, тебе подходит, ну, нам, что, конечно, подходит, да, но, тем не менее, важен принцип, вот это слово РУ, которое мы подметили, это слово, очень важно, и из этого можно сделать вывод, а теперь дальше начинаются хитрые разборки, давайте постараемся посмотреть, когда случаи, они гораздо более, они гораздо более сложные, так вот, опять, случай с Бет Салерин, там было, как бы, по-простому, можно было понять, что народ, абсолютное большинство народа было согласно, поэтому никаких вопросов не возникало, а вот что делать в случае, когда есть, когда есть две случаи, стороны, когда есть страна, которая принимает, то есть, часть принимает, а часть не принимает, и каким образом тогда принимается решение, значит, мы все знаем, что главным критерием, да, является, в демократическом обществе, называется, храторов, а именно, это решение, которое выносится, да, по большинству, и в этом, как бы, его демократический смысл, а теперь давайте спустимся в нашу, как бы, лицо называется, погрузимся в глубину нашего недельного раздела, и посмотрим, как вот эти, как можно понять, я тоже, эти понятия неоднозначны, но, по-на-моему, очень интересны эти сложные случаи, а именно, посмотрите, в 23 главе, во втором стихе сказано, ахаре рабим, ле а тот, иди за большинством, смотрите, вот у нас сейчас будет одно слово, и вот на этом слове сейчас практически, оно все время будет обсуждаться, это слово, оно дико сложное, это слово, оно, оно очень сложное по пониманию, да, и в прямом смысле по пониманию, и так как это в контексте, в контексте нашей недельной главы, значит, ле а тот, ле а тот, это склонять, по-русски, ближе всего склоняться, да, вот от этого словно, например, есть от глагольного чуть-чуть, натия, натия, это склонности человека, да, ну вот, например, то, что является в современном лексиконе, или, во всяком случае, зачастую обсуждается, например, сексуальной наклонности человека, это будет называться натийот манийот, да, натия, это склонность, но это склонность, склонность, так как здесь написано, да, ахарей рабим ле а тот, по-простому можно было перевести, иди за большинством, или склоняйся к большинству, и действительно, из этого пусука, выучили, выучили мудрецы, и сказали, и отсюда следует, что идут за большинством, то есть, это натурально получается, демократический принцип, и дальше посмотрим, а какие могут быть сложности, осложности могут быть такие, опять же, возвращаясь к нашей исторической памяти, к моей во всяком случае, но я надеюсь, что мы относимся более-менее к одному и тому же историческому периоду, плюс-минус, да, и то, о чем я говорю, во всяком случае, либо известно в натуре, либо известно, скажем, по рассказам предыдущих, и наша аудитория тоже, а какая идея, в чем может быть плохо, а вот смотрите, какие голосования были в известном нам СССР, мне, например, а там всегда поднимали все руки, всегда было большинство, стопроцентное большинство было все время, насколько я помню, ни одной не было руки, которая не оставалась, все депутаты голосовали, тогда получается, что они как бы следовали, не зная того, по закону ТОР, принимали решение, шли за большинство, все совершенно замечательно, людей в тюрьму сажали, Сахарова, кого угодно, принимали жуткие решения, большинство поднимало руку, казалось бы, совершенно замечательно, но в этом есть проблема, и эту проблему, как мы сейчас посмотрим, она, она описывается в ТОРе, еще хотел сказать, для тех, кто минимально знает иврит, те же, она про это не пишет, но мне кажется, что это очень звучит, несмотря на то, буквы, составляющие корень, очень похожего на звук слова, лаотот, вот кто знает, шифры, например, наверняка знает иврит, вот слово лаотот, что напоминает, какое другое слово, шифры, кто-то другой, лаотот, дать, не, леаотот, леаотот мы говорим, как на иврите будет слово ошибка? Таут, а, Таут, Таут, хотя корень, хотя, хотя, тет остается тетом, но там айн, таут пишется со словом айн, и корень там тет, айн, хей, но по звуку, это, это, это очень похоже, идти за большинством и ошибаться по звуку очень похоже, ханам парад не пишет, мне это показалось, как бы, просто, как бы попадающим в глаза, но тем не менее, давайте рассмотрим, вот этот вот, битуй, а именно выражение, леатот, лаотот идти, да, сказано, иди за большинством, посмотрим, как он приобретает, обратный смысл, совершенно противоположный смысл, и получается, что оттенок, наоборот, предупредить тех, кто принимает решения, от автоматического вхождения за большинством, это вот те самые голосования, да, про которые я говорил, а именно, как сказано, ки, потому что в дальнейшем, в продолжении, написано, лотие ахарей рабим, ле, раот, не будь, дословно перевожу, не будь за большинством, во зло, то есть, грубо говоря, не иди за большинством, делая зло, и дальше, и дальше, а дальше, второй пасух, тоже очень интересно, и тоже неоднозначно понятно, как его понимать, сказано, вело теане аль риф, линтота харей рабим леа тот, то есть, и фраза построена дико тяжело, два раза есть слово, леа тот, вело теане аль риф, это означает, как бы, не выноси решение, риф, это как бы, спор суд, и не выноси решение по суду, линтот, ахарей рабим леа тот, не, идя за большинством, склоняясь, такая странная фраза, которую очень трудно, которую очень трудно, как бы, понять по простому смыслу, значит, по-видимому, расклад может быть такой, либо второй пасух является прямым продолжением, прямым продолжением первого, а именно, если речь идет, о том, что принимается неправильно, злое решение во зло, тогда, лотия харей рабим леа ра, не иди, или не следуй за большинством во зло, и вело теане аль риф, и не принимай решение, как бы, в суде, идя за большинством, склоняясь, по-видимому, склоняясь, имеется в виду, склоняясь к озлу, а с другой стороны, можно посмотреть, что это может быть вторая фраза, она отрицает первое, давайте посмотрим, как это может быть, во всяком случае, уже даже по прямому смыслу, мы видим, что то, что выводилось из первого пасуха, ахарей рабим леа тот, иди за большинством, и то, что говорится сейчас, это является, как бы, расширение первого смысла, либо дополнение к нему, означает, что принцип, следуя за большинством, он не всегда, может быть, стопроцентно правильным, а могут быть ситуации, когда этот принцип, не только не действует, но неправильно по нему идти, и, по-видимому, ключевым словом здесь, как бы, приоткрываю уже отгадку, ключевым словом здесь является, ахарей рабим ле раот, вот раот, ключевое слово, во зло, по-видимому, отгадка она здесь, но давайте посмотрим более конкретно, итак, как говорят мудрецы, вот так говорится в Санедрине, так как сказано, лотия харей рабим ле раот, не следуй за большинством во зло, какое объяснение, им раи тарашаим, мытин мишпад, если ты видел, что злодеи, мытин мишпад, это тоже от слова ле то, они склоняют суд, то есть они искривляют суд, они не делают его, как бы правильно почисть, поистине они его искривляют, тогда что? Аль томар, уиль варабим эм, и нэни нутэ хрэм, целька потрясающая фраза, насколько она звучит актуально, да, для всех наших дней, и сейчас, и прошедших, пойдем в будущих, а именно, если ты увидишь, рашаим, злодеи, которые искривляют суд, склоняют его, искривляют его, что тебе надо делать, написано, аль томар, не говори, уиль варабим эм, не говори, а, ну поскольку их большинство, да, и нэни нутэ хрэм, ну так и я пойду за ними, ну смотрите, это просто расклад, как бы сто процентов, для тоталитарного государства, по-видимому, нормальное объяснение для простого, простого человека, да, винтика, было такое, начальство лучше знает, а что они все дураки, что ли, нет дыма без огня, все проголосовали, ну так они, я буду голосовать, а как на всех собраниях было, все поднимают руку, я поднимаю руку, спросишь, спросишь человека, ты что, зачем же ты со злодеями, он говорит, а ты сказал, что они злодеи, нет, ребята все знают, руки подняли, я всю руку поднял, да, кстати, потрясающе, как говорили, как говорили мудрецы, в Талмуде, все фантастически, да, я уже не говорю о нацистской Германии, и так дальше, фантастика, не может быть для человека оправданием, оправданием, идти за неправильным судом, да, искривляя, искажая суд, на основании того, что так делают большинство, окей, и так же говорит Раши, он, конец, пасука, где сказано, которое начинается, не иди за большинством, он его рассматривает не как отрицание первого, как выражение лотеанен, идея такая, что он говорит, не иди за большинством, склоняя суд во зло, несмотря на то, что большинство принимает это решение, да, но получается, что это вот слово леотот, то, что мы говорили, которое может быть и искривлять, и которое может быть и склоняться, и идти, у него есть обивалентное значение, и как мне кажется, да, вот эта обивалентность, она заложена в самом неоднозначности демократического принципа, почему, потому что, с одной стороны, возвращаясь, сказано, иди за большинством, а с другой стороны, сказано, а с другой стороны, сказано, не слоняйся за большинством, и вот эту обивалентность каким-то образом надо понять, потому что, с одной стороны, то, что мы говорили в начале, да, как обоснование демократического принципа, а именно, еще раз, а хорей рабин леотот, иди за большинством, это воспринимается как легитимация демократического принципа, но с другой стороны, похоже, похоже, что есть особая ситуация, которая обозначена словом риск, это спор, но еще можно перевести как суд, то есть, когда речь идет про мишпад, когда речь идет про суд, то неправильно, то, что называется на иврите атоят мишпад, атоят склонение суда, а именно, искривление суда, то есть, есть, по-видимому, различные ситуации, есть общий демократический принцип, когда говорится, правильно спрашивать людей, это как в случае с Бессалелем, да, а не авторитарно говорить, я решил так, монархическая власть, нет, правильно, как сказано, РУ, пускай народ посмотрит, пускай народ выскажется, да, это одно, а с другой стороны, когда доходит до мишпада, по-видимому, там ситуация, она совсем другая, и там рамки, рамки этого демократического принципа, они совсем другие, например, в продолжении, да, нашей главы, в 23 главе, в 6 стихе, например, есть еще одно предупреждение, ограничение, которое тоже, на первый взгляд, оно не очевидное совершенно, каким образом может быть искривлен суд, а именно сказано, ЛО ТАТЕ, опять слово ТАТЕ, опять вот это, ЛАТОТ искривляет, ЛО ТАТЕ МИШПАТ ЭВЬЁНХА БЕРЕВО, это что означает, не склоняй суд к бедняку, то есть, в смысле, не суди этот суд в заслугу или за счет, бедняка в его, в его, в его суде, это что означает, это означает, что если есть два человека, один богат, другой бедный, не говори так, да нет, ну, конечно, послушай, понятно, что в этой ситуации надо уступить и пойти на сторону бедного, потому что он несчастный человек, ему нечего есть, и пятый десятый, это где-то перекликается с тем, что на самом деле Юра говорил про рабство и все прочее, человеку говорят, послушай, если ты там нахапал долгов и пятый десятый, то вообще надо отработать, нельзя сказать, ну, парень просчитался там, у богатого не обидеет от этого и пятый десятый, я уже не говорю, опять же, Ханампарат про это не пишет, но опять же, поскольку в этой сегодняшней главе есть очень много то, что как бы Мессалцель говорит об исторической памяти, экспроприация экспроприаторов, кто-то еще помнит вообще такие слова, ну, бештанный человек, пролетар, он всегда прав, а как сжигали поместья, а как убивали вообще людей, которые имеющих, а как ссывали там людей, у которых одна курица была, ну, по этому же самому принципу, почему, потому что бедный всегда прав, ему положено, почему, только потому, что он бедный, и смотрите, Тора, Тора, да, она изначально говорит, не склоняй суд, только из-за того, что человек бедный, то есть, исходя из какого-то, его исключительной ситуации, это неправильно, суд должен быть абсолютный, он не, то есть, есть какие-то абсолютные вещи, человек не может ни убивать, ни грабить, ни делать другие преступления, только почему, потому что у него такое социальное положение, и посмотрите, насколько это актуально в наше время тоже, насколько мы слышим, даже в таких демократических странах, как я не знаю, там Америка и Пятое-десятое, да, когда грабят магазины и все, и все, и все, и как бы там либеральное правление, говорят, и нет, конечно, они там, не знаю, ребята, социоэкономическое положение, надо пойти на встречу, Пятое-десятое, типа позволяют, а Тора говорит, нет, этого делать нельзя, и получается, что Тора, Тора, она не опасается кризиса, которая может возникнуть и в демократической системе, и в судебной системе, если когда принцип демократический, он будет ограничен, и он будет рассматриваться, исходя из существующей ситуации, и это не означает подрыв демократии, а теперь дальше, вот теперь мы подходим уже как бы к выводам, мы посмотрели, как бы ситуация такая амбивалентная, ну вот Ханам Парад пытается как-то сделать какое-то резюме из этой сложной ситуации, и он говорит, Кавим Адумин, такой Кавим Адумин, все прекрасно понимают, речь идет о красной черте, он говорит, а каким же образом, да, вот этот диалектический вопрос, который можно, который мы видели, можно смотреть и так, и можно посмотреть и так, да, получается, что как бы резюме итог, он двойной, какой двойной, а такой, он говорит, что в большинстве, по-видимому, ответ должен быть такой, в большинстве случаев, как основополагающий принцип, мы считаем, что принцип принятия решения по большинству голосов, он является правильной, и как все демократические системы в целом, и в судебной системе в том числе, однако, да, вот начинается однако, а второе, но в тех случаях, когда происходит нарушение красных границ, когда происходят вещи, которые очевидны, что то, что Тора называется леруа, во зло, да, как со стороны ценностной, да, шкалы ценностей, так и со стороны моральной, неправильно, и даже запрещено идти за большинством, и вот, очень такое выражение, всегда выражения из Талмуда, они всегда емкие, смотрите, как мне кажется, я его правильно понимаю, да, который говорит, сказано, вы кэша рашаим, эйноми на меня, это означает, кэша в данном случае, я думаю, что это сделка, соглашение, это соглашение злодеев, эйноми нем, эйноми наминян, я думаю, что это имеет смысл, то есть смысл такой, эйноми наминян, в смысле, что он не определяется числом, нельзя сказать, что их там 10, 20, 30, 40, поэтому и можно, нет, нельзя, это не идет по числу, да, и примеры, 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 такого хождения, пересечения, как бы, границ, они известны, опять же, примеры, это примеры, как бы, вопиющий пример, это нацистская Германия, когда было совершенно очевидно, что большинство, оно шло, почему, потому что они именно не выполняли этот принцип, потому что люди должны были понимать, пересекаются все красные границы, поэтому принцип большинства не работает, и поэтому даже то, что Гитлер с помощью там юридических, с помощью ухищрений был выбран якобы демократически, не дает ему права осуществлять, осуществлять законы, которые называются антидемократический, античеловеческий Беолиль, в своей, своей, своей основе, с другой стороны, известный нам пример из книги Малахим, да, не буду читать целиком, но как бы это Сипур известный, Сипур про виноградника Навота, это про царя, злодея Ахава, и его злодейшую жену, которую звали Изевель, да, и там рассказывается такая ситуация, когда Ахав обратился к Навоту, и сказал ему, это Малахим Алэф, первый Малахим, 21 глава, и сказал ему, послушай, у тебя виноградник, он рядом с моим царским дворцом, мне бы очень хотелось там огородик сделать, давай, либо я у тебя его куплю, я тебе дам другой, но, как бы, мне очень хочется, а Навоту уперся и сказал, нет, это наследие отцов, я его передаю по наследству, я ни в каком случае тебе отдавать не буду, уперся и все, вот Ахав дико расстроился, пришел домой, не ел, не пил, ему это злейшая жена Изевель, она ему сказала, а что ты такой расстроился, но он говорит, вот с Навотом такая история, нет проблем, я все устрою, что она сделала, взяла его печать, и расслала письмо уважаемым старичным людям, и сказала, давайте сделаем так, давайте сделаем липовый суд, поведите двоих людей, подлецов, как Тора про них пишет, Танах пишет, они мудрецы, что они подлецы, и пускай они засвидетельствуют против Навота, что он проклинал царя, и все, и мы его присудили, и вы его присудили, смертная касть, так они точно и сделали, собрали суд собрания, привели главных подлецов, которые сказали, что Навот проклинал, его все забросали камнями, и все, после этого, как вы известно, появился Ильяу Атишби, да, Ильяу Атишби, он появился к Ахаву, сказал ему, за то, что так сделал, и ты так зло, подло поступил с Навотом, да, то, как псы лизали кровь Навота, после того, как его побили до смерти камнями, точно так же будут псы лизать, псы лизать твою кровь, и Илья тоже, ее будут, ее труп будут терзать псы, и так оно и осуществило, в конце концов, то есть, грубо говоря, тут тоже было сейчас, не важно, как бы история с этими псами, а важно то же самое, что народ не должен был, эти мудрецы не должны были принимать это решение, потому что оно было в своей основе, в своей основе оно было неправильно. Окей, но вот это как бы в целом, то, что я хотел сказать, такая потрясающая история. Единственное, может быть, вот тут осталось буквально пару минут, хотел сказать, Ханам Парат этим заканчивает, что, наверное, как для многих стран, в том числе для Израиля, это очень сложная, можно сказать, диалектическая система, непростая диалектика, о том, что каким образом следует себя вести, осуществляя соотносительно демократический принцип, а именно принимая решения, которые приняты, например, в Кнессете, которые принимаются в Верховном суде, но которые, с другой стороны, с другой стороны, они в глазах многих людей, которые соблюдают Тору, они кажутся совершенно неприемлемыми. И мы были, мы уже на нашей, как бы, 30-летней памяти жизни в Израиле, мы были свидетелем таких решений, решений изгнания из Бушкатифа, решения изгнания из поселений, поселений, и то, что происходит на сегодняшний день, решения о том или ином виде узаконивания однополых связей, например. Человек не может с этим согласиться, человек верующий, который живет по Торе. Он не может с этим согласиться. Где та грань, где та грань, которую надо выбирать. Поэтому эти вопросы, они совершенно не, как бы, такие, что вынимается книжка, смотрится, там находится ответ. И последнее, что я хотел сказать, вот все, что я сказал, вот про эту диалектику, сложность вообще, да, и проживание в демократическом, в том числе, может быть, очень важно, как бы, в Израиле, потому что ситуация очень динамическая, из-за чего многие вещи, которые до сих пор являются судьбоносными для страны. В особенности, это было видно, например, в период после убийства Рабина. Вот все демонстрации, которые были против Рабина и, как бы, возглавляемое им направление Ословское, договоров якобы с палестинцем, привод суда Арафата, бандитов, дачи поселений и так дальше. И очень многие, в том числе, ваши покорные слуги, а да, были демонстрации, там ложились, шоссе, пятая, десятая. Но никому в голову не приходило, что кто-то возьмет оружие и убьет Рабина. И это, на самом деле, перед очень многими, после убийства Рабина, перед очень многими, в том числе Рабаним, это поставило огромный вопрос. Каким образом надо влиять на публику, то есть на свою аудиторию, как можно с ними разговаривать, и тем не менее, ставляя какие-то красные границы, зная, что этого переходить нельзя. Поэтому вот эта вот диалектика проживания в государстве еврейском, демократическом, она очень сильная, очень актуальная, и на сегодняшний день тоже. Ну, вот как бы вкратце то, что я хотел сказать. Окей. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Ну, народ всем более-менее безмолвствует, есть как бы вопросов, нет. Ну, хорошо. Будем додумывать по месту. Все. Тогда на этом мы как бы закрываем зал заседания. Всем счастливо. Спасибо. Ага, пока. Спасибо, до свидания. Как звали этого царя, который убил навод? Как звали? Еще раз. Как звали этого царя, который убил навод? И как? Послушай, ты можешь посмотреть книгу Малахим. Да, его звали Ахав. Ну, всю эту историю, да, всю эту историю можно посмотреть в книге Малахим. Есть две части. Есть Малахим Алов, Малахим Бет. Если речь идет про Малахим Алов, 21 глава, она всему этому посвящена, этой истории. Вот. Вот она вошла как бы в традицию под названием виноградник Авода. Да? Авод? Да. Кэром Навод. Кэром, это виноградник, а человека звали Навод, который не хотел его отдавать. И вся эта история называется Кэром Навод. А зачем царю? У него столько виноградников. Зачем ему иметь такие виноградники? Ну, там у меня есть принцип. Это было рядом с его домом. Ему было удобно. Ему было неудобно, что там чье-то другое. Он, по-видимому, по простойке хотел сделать там огород. Было рядом с его домом. Ну, как бы все. Он, наверное, думал, что этот Навод согласится, и все, и не откажет царю. А Навод уперся. Сказал, нет, я как бы не согласен, потому что это наследие отцов, и я его не отдам. Да? Вот сказал Навод Ахаву. Сохрани меня, Господь, и я отдал тебе наследство отцов моих. Окей? И дальше вся история. История очень классически известная. Прочитайте ее. Она очень на тему нашего занятия. Хорошо? Окей. Всем счастливо. Пока. Пока, пока, пока. Пока.